Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши видеоматериалы в рамках лекции, в рамках дискуссионной подмолодежной площадки «Анатомия права». Сегодня я хочу поговорить с вами о кладе, что же делать, если вы действительно его нашли, и как сохранить свои имущественные права и урегулировать данный спор, чтобы не дошло до суда. Соответственно, такое возможно в реальности. В конце материала мы разберем реальный случай из судебной практики. Итак, клад у нас регулируется Гражданским кодексом, статью 233. Клад – это зарытые в землю или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен в силу различных претен. Либо утратил имущественные права, либо новый собственник приобретает право на земельный участок, на строение, то есть купля-продажа имущества. Что же делать, если обнаружился клад, то, соответственно, данное имущество будет расценено в равных долях, то есть 50%. Если при обнаружении клада, который содержит ценные вещи, относится к культурным, то данное имущество передается и в государственную собственность. Но если при этом собственник земельного участка или новое имущество, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вознаграждения в равных долях, то здесь уже получается 25%. Но есть исключение, что если поиски клада, поиски сокровищ в каких-то музейных экспонатах были выполнены в рамках трудовых или служебных обязанностей, то никакого вознаграждения не предусмотрено. Это, соответственно, яркий пример. Археологи находят какие-то ценные экспонаты, то они передаются в музей, и здесь уже сотрудников могут наградить в рамках трудовой дисциплины именно материального поощрения. Никто этого не отрицает. Уголовная ответственность за сокрытие клада не предусмотрена. Здесь все равно наступают и гражданские кодексы, и федеральное законодательство по сохранению культурного наследия. Ну и административная ответственность может быть. Соответственно, что же должен сделать собственник, который обнаружил ценные вещи? Сфотографировать клад, обратиться в полицию, прокуратуру, сдав предметы по описи, и получить акт, какие предметы были именно сданы, чтобы уже в дальнейшем доказать, что именно клад мы нашли, и нам предусмотрено вознаграждение. Дальше уже проходит экспертиза, оценка имущества, и уже ждем нашего законного вознаграждения. Но есть одно ограничение. Если клад не относится к культурным ценностям и каких-то музейным предметам, к культурному наследию, то собственник должен уплатить налог. Как правило, с физической клецей это 13%. Но как раз разберем ту судебную практику, которая у нас возникла в 2019 году в городе Саратов. Некий Александр обратился в районный суд с иском, в котором выступает ответчиком Гохран, который занимается и отвечает за именно ценные вещи, драгоценные камни и так далее. Он, как добропорядочный гражданин Александра, на собственном участке нашел ценные монеты и передал в данный орган. Груз подменили и заменили на гаечные ключи. Получается, что имущество оценили в размере свыше 3 миллионов рублей, но Александр требует хотя бы моральную компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Как выяснилось, что бабушка Александра во времена Российской империи была известной дамой, весьма зажитничной, и спрятала данные золотые монеты в собственном доме. Иск Александру удовлетворили, но где находится клад до сих пор неизвестно. Ждем вас в нашей библиотеке, ждем на наших познавательных дискуссиях. И спасибо за внимание. Продолжение следует...